Вопросы здравоохранения, газификации, благоустройства и детского досуга обсудили в Староуткинске. Там провел прием населения депутат Законодательного собрания области Алексей Дронов. Подробности в нашем сюжете. Несмотря на обилие частных домов, Староуткинск это не поселок, а городской округ. Здесь более трех тысяч жителей, у многих из них есть проблемы с острыми вопросами. Они могут обратиться не только к муниципальным властям, но и к представителям Законодательного собрания Свердловской области. Так и поступили жители, пришедшие в местную администрацию на прием к депутату Законодательного собрания Алексею Дронову. В его округ входит не только Первоурайск, но и Бесерть и Староуткинск. Народного избранника просят помочь в развитии детского культурно-досугового центра. Вот нам необходима вот эта дополнительная аппаратура. Дополнительная аппаратура нужна, чтобы открыть в культурно-досуговом центре Староуткинска дополнительный кабинет, где можно будет обучать детей музыке. Уроки пойдут как по нотам, если приобрести еще ноутбук и другую аппаратуру, уверены работники клуба. Для лучшего творческого развития, для того, чтобы можно было полноценно заниматься в студии с детьми вокалом, собирать группы, собирать детский хор, нам для студии необходимо приобрести колонки, акустическую систему, микшерный пульт. Тему детского досуга депутат берет на заметку и обещает помочь. Конечно, мне нравится помогать людям. Моя работа. Еще один вопрос касается здравоохранения. Машина скорая везла 10-летнего ребенка из Староуткинска в Первоурайск с пересадкой. Три часа. На ситуацию Алексею Дронову пожаловалась местная жительница. И мало того, что три часа везде эти 63 километра, потом все-таки, значит, это, видимо, они там меняются как-то, что ли, в новой-то утке. Они там полтора часа сидели, ждали эту вторую машину, вторую бригаду. На медобслуживание в Староуткинске Алексею Дронову сетуют и другие посетители. Людей интересует график работы врачей. К примеру, как попасть на прием к узким специалистам. Жизненно важные вопросы здравоохранения народный избранник берет на заметку. Все обсудим. Я думаю, что найдем выход из этой ситуации. Проблема очень острая для Староуткина. Также в ходе приема с местными властями обсуждают крупные проекты по благоустройству площади Староуткинска и газификации округа. В преддверии 290-летнего юбилея муниципалитета эти вопросы Алексей Дронов поднимет в Минфине на согласительных комиссиях. Как показывает опыт прошлых лет, областные средства удается получить. Были выделены деньги на асфальтирование, на строительство стадиона, на замену водовода. Все эти работы выполнены. На этот год выделены деньги на окончание асфальтирования. В прошлом году на нужды Староуткинска по итогам согласительных комиссий удалось дополнительно привлечь почти 30 миллионов рублей областного бюджета. Алексей Вербицкий, Александр Захаров. Новости. Первоуральск.